При поддержке российской авиации войска Сирии развивают наступление на северном направлении. Задача перекрыть поток новых боевиков и оружия с турецкой территории стала стратегической. В том, что граница оказалась прозрачной для террористов, убеждается разведка и местные жители. Как проходит операция на самом непредсказуемом отрезке фронта, увидел Антон Степаненко. Чем ближе к турецкой границе, тем безлюднее. Освобожденные от боевиков сирийские поселки стоят пустые. Казалось бы, вот, можно повернуться домой. Но чем дальше от турецкой границы, тем по-прежнему безопаснее. Нашу танковую роту перебросили с юга Сирии. Раньше границу прикрывали только погранвойска, но теперь их усилили бронетехникой. Там, на передовой, нам казалось, что здесь глубокий тыл. Но это далеко не так. Еще неделю назад рота воевала с боевиками в районе города Дераа. Это к югу от Дамаска, на Иорданском направлении. Сирийская армия развивает там наступление. Боевики отходят, и излишки бронетехники вместе с артиллерией Дамаск перебросил сюда. Турецкое направление теперь считается наименее предсказуемым. Дуло сирийских орудий недвусмысленно повернуты на север. Уничтожая боевиков, сирийская армия участок за участком берет под свой контроль сирийско-турецкую границу. Посади меня метров в ста официальный пункт перехода. Но открывать его сирийская сторона не торопится. На границе сейчас неспокойно. Постреливают. Стреляют с турецкой стороны из крупнокалиберных пулеметов неприцельно. Из артиллерии вели огонь прицельно по расположению армейских частей. Пробиваясь на восток, сирийские войска отжимают боевиков от границы. Но оставить позади безопасный тыл не получается. Концентрация турецких войск в пригранище в последнее время все усиливается. Не особо скрываясь, практически на глазах у сирийских военных по ту сторону границы возводят фортификационные сооружения для тяжелой техники. Вы слышите Кананаду? Это наша артиллерия, поддерживая пехоту, которая ведет бои на подступах к городу Итлиб. Еще немного и вся сирийская граница с провинцией Латакия будет под нашим контролем. А там уже и Алеппо недалеко. Без снабжения с турецкой территории воевать террористам будет трудновато. Жители этих мест своими глазами видели, откуда к ним приходили боевики. Приходили с севера, в том числе и через этот самый пункт перехода. Турецкие военные просто открывали свою границу, хотя и до тех пор она была на весьма условном замке. Вы представляете весь абсурд ситуации? С одной стороны границу как бы охраняли турецкие военные, а с другой стояли боевики, которых они сами и пропустили. И при этом Турция еще заявляет, что борется с терроризмом. Название вооруженных группировок, которые пытались здесь закрепиться, их лозунги на стенах военные закрасили. Но на сирийском КПП до сих пор висит информационный щит. Добро пожаловать в Сирию. Боевиков-то здесь уничтожают, а для соседей с севера такой армейский юмор звучит цинично. Антон Степаненко, Артем Григорян, Первый канал. Сирийско-турецкая граница.